Медперсонал у родильного дома организованы курсы повышения квалификации. Во время проведения инвентаризации, проводимой Минздравом, была обнаружена разного рода электронная техника, которая не применялась на практике. В кратчайшие сроки эти компьютеры были установлены, проведен интернет, и у врачей роддома появилась возможность общения с российскими коллегами. Вот это имущество три года абсолютно не использовалось. После того, как Минздрав проверил, дал серьезное замечание, за три дня была организована вот эта комната обучающейся. Сейчас, да, они все поставили, сейчас они должны представить план, что они здесь планируют, как планируют. Может, мы тоже здесь подключимся, потому что на сентябрь у нас планируется дистанционное обучение, и, может быть, здесь врачи будут проходить, учиться дистанционно, экзамены сдавать дистанционно. Ранее семинары и вебинары для персонала проходили в здании республиканской больницы. Мы будем работать по программе, направленной на улучшение профессиональных навыков наших медиков, наших специалистов, врачей, медицинского персонала. Мы планируем проводить вебинары в этой комнате. Это будет не то, что польза, это необходимость. В настоящее время это необходимость. Следить за анонсом сайта и регистрироваться. И по виртуальной аудитории ты можешь получать любые ответы по актуальным вопросам и акушерства, и гинекологии. Тем более сейчас везде аккредитации врачи проходят по компьютерам, и мы планируем тоже учиться еще по тестам аккредитации в этой учебной комнате. В современных реалиях в сфере медицины важно постоянно обновлять свои знания и повышать квалификацию, подчеркнул главврач родильного дома Мельц Плиев. А вебинары в формате видеосвязей помогают экономить бюджет и время специалистов. Оксана Джоева, Олим Бетеев, ГТРК ИР, информационный выпуск «Сегодня».